Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на очередную мотивацию на уборку И начну я с того, что надо навести порядок в аптечке И убрать наконец-таки нашу кучу лекарств, которыми мы лечили 7 семейством на протяжении полутора месяцев Так как Ксюша очень много болела, вообще из болезни в болезнь прыгала Мы тоже болели, как и многие, да, у нас перед Новым годом все болели Мне кажется всей страной болели И вот у нас получилось, что у нас была наша корзинка взрослая и детская корзинка Отдельно препараты, чтобы ничего не путалось И вот сейчас надо все, дай бог не будем болеть, будем уже все Отболелись, хватит и надо убирать все уже по местам Потому что вот эти корзинки бесконечные уже напрягают Поэтому разбираем все по местам Сразу также посмотрю по наличию, по срокам годности Где-то возможно спреи закончились, надо баночки выбросить, потому что вовремя это не сделала Ну и в принципе ревизию так небольшую проведем в аптечке Дашенька, когда была маленькая, совсем ходила в садик Она довольно мало болела И поэтому мы не сильно ее как-то лечили Препаратов столько у нас в аптечке никогда не было И здесь мы столкнулись с тем, что Ксюша очень часто болеет Вот этими инфекционными, именно воспалительными болезнями носоглотки И каждый раз, допустим, она препараты пьет 5 дней, вызывает на осмотр Она не вылечилась, назначает другой препарат Из-за этого у нас очень много препаратов появилось в аптечке Ну конечно, я знаете, сравниваю то детство мое Когда я болела так же, тоже у меня были ангины, гриппы, ОРВИ Все-все-все-все было Но такого обилия препаратов и таблеток мы не пили Я помню, что у меня был один-единственный сироп, который я все еще название Это помню, это пиктусин или пертусин он назывался Муклотин таблетки на травах кушали По-моему, мы полоскали горло фурцелином Дышали над картошкой Делали горчичники, наклеивали Помню, что ноги мне грели солью По-моему, солью, да, в носки прямо так складывали соль Я помню, грели на плите Ну, знаете, может, конечно, сейчас, наоборот, таблетки-то хорошо Но, как по мне, раньше было все проще Может быть, конечно, я неправильно размышляю Что сейчас вирусы разные, они мутируют Что думаете по этому поводу? Стоит ли столько препаратов использовать при лечении Кашля, ОРВИ или каких-то инфекционных воспалительных заболеваний Или все-таки можно обойтись минимумом? Вот такое количество мусора у меня получилось Таблетки я некоторые перекинула в таблетницу Потому что мне удобнее там хранить Я именно знаю, какие таблетки я там храню Круглые белые, это протестамол Ножпа у меня там есть И еще глицин у меня там лежит Больше ничего И они все разного цвета, разного размера И поэтому я, конечно, их не перепутаю Сразу перелью, пойду в ванну поставить стирку Мне надо перелью гель Он у меня закончился Но баночку я эту не выбрасываю Я ее предложу кому-нибудь Потому что они очень удобные для хранения И я думаю, что найду кому ее предложить Я в такой баночке храню порошок рассыпной Именно для машинки Немного наведем порядок здесь в тряпочках Потому что в старом году еще прибирались Наводили порядки Все как-то поскидывали Все поскладывали Соль для ванн я купила Уберу ее пока наверх Потому что мы одну с ромашкой открыли А другие еще лежат на прозапас Поэтому все сразу я не открываю Я по очереди им пользуюсь Поэтому, конечно, они, чтобы не мешали Я их уберу наверх Там, где у меня лежат запасы различные И тряпочки я храню в основном вот так Ну, конечно, когда быстро что-то подтираешь Там либо на батарее висит Либо где-то вообще вот так вот Лежит неаккуратно Но когда прибираешься Конечно, хочется, чтобы все было организовано Все в одном месте лежало Поэтому наводим порядок Красный ковшик я отнесу на кухню А все остальное мы аккуратно сложим на полочки Немного отвлечемся от уборки И я хочу показать вам свои творческие покупки В интернет-магазине семейного творчества Фрея Маме в подарок на день рождения Я заказала вот такую картину по номерам на подрамнике Для себя я заказала кристальную мозаику Также на подрамнике И девочкам я заказала аппликации с наклейками Сейчас я одну открою и покажу, что она из себя представляет Она представляет вот такую картину с номерами И наклеечки, которые нужно клеить в определенные места И получаются вот такие вот красивые картины Я думаю, девочкам будет интересно Картина по номерам размером 40 на 50 сантиметров Очень хорошо прорисованы номера Очень качественно выполнена картина Также в наборе идут три кисточки Очень качественные крепления для картины И сами краски, которыми нужно разукрашивать картину И подробная инструкция, как правильно пользоваться данным набором Думаю, мама останется довольна данным подарком Для себя я заказала кристальную мозаику В ее набор входит картина на холсте Номера также очень качественно пропечатаны Все видно, разделено Картину я долго выбирала, потому что выбор огромный Также идет сама мозаика, разделена по нумерации, по пакетикам В наборе также идут дополнительные зип-пакеты Лоток, крепление для картины Стилус с липким слоем И даже идет металлический пинцет Данные творческие наборы Это прекрасное времяпрепровождение Собирая мозаику или разукрашивая картину Можно отвлечься от повседневных проблем И погрузиться в мир творчества И по итогу вы получите шикарную картину Сделанную своими руками Такую картину можно подарить кому-то на любой повод Или украсить ей интерьер своей квартиры В интернет-магазине семейного творчества Фрея Большой выбор картин на любой вкус и размер Как на простом холсте, так и на подрамнике Также есть много детских творческих наборов Для самых маленьких художников Продукцию Фрея можно также приобрести В розничных магазинах Леонардо А для моих подписчиков у меня есть промокод На 15% скидку при заказе через официальный сайт Срок действия промокода до 28 февраля 2023 года Промокод вы можете увидеть на экране И в описании под роликом Переходите на сайт Выбирайте свою картину Рисуйте и украшайте ей интерьер И не забудьте использовать промокод На 15% скидку И перейдем далее Наводить порядок Я решила заглянуть в буфет В нижний отдел Потому что я понимаю, что там очень много банок Еще у меня банки на кухне Которые мы мыли холодильник Утилизировали там испорченную продукцию В общем я поняла, что нам столько банок Много не надо И надо их отвезти Сережа как раз таки поедет За девочками К родителям И отвезет банки Потому что как-то на балконе их хранить Они там грязные будут А раз я их в чистоте держу Чтобы сразу уже отдать Либо Сереже на маме Либо моей маме В общем посмотрим Кому они перепадут Нам так много банок не надо Я себе оставляю определенное количество Тем более мы пока закрутками Никакими особо не занимаемся Поэтому многого количества нам не нужно Ну и в принципе здесь нужно протереть пыль Так как давно не протирала И составить все по местам Ну и прорядить конечно количество баночек Этот ролик отснят был заблаговременно Я его озвучиваю 6 января Поэтому и говорю, что Сережа поедет за девочками И пока вот девочек дома нет Я активно снимаю, озвучиваю Пока есть время Потому что потом конечно будет садик, школа, уроки И будет уже немножко такой более активный график Пока я сейчас могу свободно заниматься творчеством Я конечно это и делаю Чтобы вы не думали, что все учатся А у девочки у меня где-то у бабушек Ну мы с Сережей планировали, думали Вот мы сходим в кино, отдохнем там Да, мы конечно расслабились Мы ничего не готовили толком кушать Лежали фильмы, смотрели Отдыхали, да Но как-то вот до кино мы даже не добрались Если честно Хотя были планы Мы хотели сходить на Чебурашку Кто ходил в кино на Чебурашку Напишите, стоит идти или нет Возможно когда-нибудь нам посчастливится сходить Но Сережа говорит Так вообще скоро Говорит, у нас там на кинопоиске Или еще где-нибудь выйдет Говорит, давай уж подождем Я такая, ну нет, все равно кино, другая атмосфера Все дела Ну так мы и не добрались до кино В буфете навели порядок Здесь у меня также кофеварка Которую я так и не продала Все еще блинница стоит Надо снова на продажу выставить Уже объявления истекли Сроки годности Надо обновить Но что-то так и не продается Все И вот такое количество банок Меня покидать будет Я это все уберу в пакет большой И Сережа потом отвезет родителям Перед Новым годом я закидывала стирку Перед тем, как Диме с Настей уехать Вещи высохли, конечно И их нужно погладить Обычно, когда я на металлической Раскладной сушки сушу Постельное белье я хорошо встряхиваю Оно как-то не такое мятое Но так как мы перед Новым годом достали Старую духовку У нас стоит елка У нас не было места Именно как-то поставить где-то сушку И мы сушили над ванной Там, где у нас нитки Сушка такая складная И получается, что там все высыхает Намного хуже В плане мятое становится Поэтому, конечно, глажку пришлось поставить Доску погладить белье Но вот я почувствовала за ту разницу Что у нас сушки на металлической С такими рейками высыхает Намного ровнее и лучше Хоть я и стряхивала Но все равно вот на нитках Высохло все какое-то мятое Поэтому, конечно, сушка металлическая Намного лучше Ксюша у нас после операции Слава Богу Стала носить хорошо очки И она прям целый день их носит Не снимает Я ей специально еще держатель купила И поэтому я надеюсь, что в садике Она также будет целый день носить очки И воспитатель будет на время сна снимать И потом надевать Надеюсь, что у нас с этим не возникнет проблем Я, конечно, с воспитателем поговорю По этому поводу Потому что, конечно, в садике тоже надо Чтобы целый день она в очках ходила Надеюсь, что у нас все будет хорошо И вот как раз Ксюше в шкафчик перейдем Я давно там не наводила порядок Пыль не протирала У Дашеньки я периодически протираю А здесь вот как-то Ксюша сама у нас Распоряжается своим шкафом Она вот как-то с Дашеньки Пример берет, что Даша сама все Находит в своем шкафу Берет вещи Выбирает сама, что она наденет И Ксюша вот с маленького возраста Тоже сама себе командир Ей там Я ей говорю, допустим Мы сейчас пойдем там на улицу Она все, она пойдет Сама разроет весь шкаф Найдет те колготки, которые ей нужно Наведет бардак там в футболках Вытащит все футболки Посмотрит, какой рисунок на этой футболке И сама выберет, конечно, и бардак, который там остается Она его не убирает, естественно И потом, конечно, я через время Уже сосредотачиваюсь О том, что надо навести там порядок И, конечно, прихожу и навожу порядок Такая маленькая копирка Все копирует Дашеньку Но это, с одной стороны, очень хорошо Что ребенок становится самостоятельный И имеет право выбора Что она сама выбирает, какой костюмчик Допустим, она хочет надеть Потому что я в нижние отделы Всегда выкладываю одежду по сезону Что она понимает, что вот маечка Футболочка и, допустим, сверху кофточка Или только кофточка без футболочки Смотря какое время года Куда мы идем или едем Поэтому, конечно, я ее направляю Но именно цветом, принт и так далее Она выбирает самостоятельно Изначально, когда я выбирала мебель для Ксюши Я планировала купить такой широкий распашной двустворчатый шкаф Но потом поняла, что по размерам в эту комнатку он не влезет И я увидела уже пенал И поняла, что думаю, ну ладно Платьишки можно у Дашеньки повесить на рейлинге А здесь будут храниться вещи, которые можно сложить стопочкой И так у нас и получилось Что пока что у Ксюшеньки такой шкафчик У Дашеньки большой Он как бы и для хранения наших каких-то вещей Новогодних игрушек, там еще чего-то И Дашеньких курточек с Ксюшей И Дашиных основных вещей, которые она носит в школу И повседневно где-то носит И возможно потом в дальнейшем Когда детки подрастут Конечно мы мебель поменяем Но пока что, мне кажется, когда дети маленькие То такого даже небольшого пенальчика вполне хватит Если кто-то рассматривает вариант Вот такое хранение для детей Детей там до школы, допустим Чтобы потом мебель поменять Когда ребенок чуть старше станет Мне кажется, такой вариант очень хороший Он и бюджетный Такой пенал, по-моему, вышел нам 4200 Если я не ошибаюсь Я искала объявления на Юле Там все производители мебели Многие выкладывают объявления И я вот нашла наборчиком прям и пенал Там и были шкафы Там и были кровати И вот этот наборчик я купила Ну, конечно, рассматриваю изначально большой шкаф Но по размерам, увы, в эту комнату не войдет Но потом, возможно, что-то изменится в нашей жизни Либо площадь помещения нашего, где мы будем жить Но, либо, возможно, что-то придумаем другое Возможно, в нашей жизни же уйдут игрушки И вот этого стеллажа не будет Что-то, возможно, мы придумаем Потому что там и Ксюшенька в школу пойдет Уже нужен будет письменный стол В общем, все равно в дальнейшем Когда уже школьная жизнь начнется У нас, конечно, будет смена мебели в любом случае Я прям активно помню то время Когда вот я в декрете как раз была Ксюша была маленькая И вот на меня прям нашла эта волна Я продавала всю мебель Просто началось у нас все с гостиной Я потом эти две комнаты всю мебель поменяла у девочек Все продала подчистую Все, что можно было Я всю мебель продала И девочкам накопила денег Добавила вот с проданной мебели И поменяла девочкам всю мебель Мне прям хотелось чего-то нового Прям вот не хотелось вот в этом всем жить И вот прям я чувствую Я помню эти чувства Когда вот прям запал у меня такой яб У меня прям цель была накопить денег Поменять девочкам мебель Чтобы у них было все уютное, красивое Ну кому-то нравится, да Вот кто-то смотрит Кому-то нравится наша мебель Кому-то она кажется безвкусной На вкус и цвет, как говорится Да, и на бюджет, так сказать Да, вот Ну я выбрала красивую, мне кажется, мебель И в то же время бюджетную Допустим, Дашенькин белый шкаф Нам обошелся в районе 10 тысяч Если не меньше, 9-200 По-моему, почему-то мне помнится такая цена Ну до 10 тысяч, не выше Хотя, в принципе, такие шкафы Продаются в обычных таких Мебельных магазинах намного дороже Я всегда ищу объявления Именно либо на сайте Самих производителей мебели Потому что там намного дешевле Чем у перекупов, так сказать Да, у магазинов мебельных Либо на Юле Также они тоже дешевые цены выставляют Производители мебели И там можно тоже дешево купить Только самое главное Правильно уметь искать Вот в этом я помню, что я вот прям Искала, долго выбирала Нашла, подбирала по размерам Ходила с рулеткой Везде все мерила, замеряла Рисовала Мне прям так этот процесс нравился Взять чистый лист бумаги Пойти с рулеткой померить стены Замерить, размерить Где какая мебель будет примерно стоять Прям вот этот процесс мне очень нравился Он меня прям завораживал И вот когда я в итоге получила свой результат Получила мебель дома уже Да, мне Я прям вообще кайфовала Что я сама это сделала Очень мне понравилось это приключение Так сказать Декретное Да, ну вот видимо Казалось мне скучной Моя жизнь Декретная Я решила ее немножко приукрасить Ну мне кажется это классно Когда есть запал Стремление к чему-то И в итоге все получается Так как задумали На полочках шкафу Мы за разговором с вами уже навели порядок И вот как я и говорила Что Ксюша сама все выбирает И конечно после ее выбора Да, трусиков, маечек, колготочек Остается бардак Ну и пока не у бабушек Я решила навести порядок Тем более в садик мы пойдем После праздников Да, поэтому конечно Надо чтобы было все в порядке Чтобы все было видно Что откуда брать Надеюсь, что когда-нибудь в садике Мы попадем в бассейн Потому что мы вот сколько ходим в садик У нас детки уже как рыба в воде Там в бассейне плавают А мы как не садик Мы все болеем Надеюсь, что такое приключение С нами не приключится Но правда у нас группа До 19 января Все еще на карантине по ветрянке У нас детки, как я рассказывала Что много деток заболело ветрянкой Но конечно нам бы нежелательно Сейчас болеть ветрянкой Потому что у нас Только мы еще после операции У нас как-то еще такой Восстановительный, знаете, период Нам и физической нагрузки нельзя И греться там в ванне, сауной Там в ванне в горячей сидеть нельзя В общем есть такие основные ограничения Ну не знаю Считается ли у нас бассейн Физическая нагрузка Они там просто плюхаются Ну надеюсь, что как бы Не тяжести же поднимают Что как бы наоборот Будет неплохо Надеюсь, что в этот раз Мы в бассейн попадем Но опять же у нас карантин Значит мы не посещаем Такие места Значит скорее всего Мы уже в конце января Только попадем в бассейн Но надеюсь, что все равно В него попадем Хотя бы за год один раз Потому что как-то мы еще Ни разу не были Ну и показываю результат Что у нас получилось в итоге Мы навели порядок у Ксюши В шкафчике Ну и в квартире в принципе Да Местами навели порядок Красота Вещи здесь у нас Как от Дашеньки остались Которые прям хорошие Добротные такие Ну и какие-то мы уже Отдельно Ксюшеньки Покупали новые И наверху у нас аптечка Мы с вами большие молодцы Навели порядок Ну а на этом я буду сегодня С вами прощаться Кто не подписан на канал Обязательно подписывайтесь Ставьте пальчики вверх Пишите свои комментарии Также подписывайтесь На мой телеграм-канал Я там общаюсь с подписчиками Ссылочка на него Всегда есть в описании Под роликами Всех люблю Всех целую Всем до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok